Всем привет, меня зовут Юля, я живу в Дубае уже второй год, и сейчас я расскажу вам про 5 особенностей жизни в Дубае. На самом деле их гораздо больше, чем 5, просто я не знаю, нравится вам эта тема или нет, если понравится, напишите в комментариях, и я продолжу этот список. И, конечно же, если вам понравится это видео, не забудьте поставить лайк, это для меня очень приятно, и, конечно же, подписывайтесь, потому что выходят новые видео, вы их не всегда видите, если вы не подписаны. И вот первая особенность, буквально постучала ко мне в дверь, и это называется почта, то есть реально почтовых отделений здесь нет, и все посылки приносят себе вот так вот под дверь. Кстати, посылки таким образом оставляют не только под дверями квартир, но и под частными домами, и никто за них не волнуется. Во-первых, очень много камер вокруг, охрана есть всегда и в частных секторах, и в квартирах, поэтому даже если у вас там лежит 13-й айфон, можете не волноваться, с ним все будет в порядке. Вообще, мне кажется, здесь существует почтовое отделение, просто реально ими никто не пользуется. Такой большой город, что просто нет смысла кататься за какой-то там посылкой непонятно куда. Даже вот ты живешь где-то, я живу близко, например, к торговому центру, но к нему все равно мне нужно далеко ехать. Это, кстати, тоже особенность Дубая, здесь так устроены дороги, что добираться в какую-нибудь точку, которую ты видишь буквально перед глазами, иногда нужно очень долго. Вот эти здания находятся в 500 метрах от моего дома, но идти и ехать к ним все равно 30 минут. По этой же причине практически никто здесь не ездит на мойку, то есть все машины моются здесь в паркинге. Здесь есть такая услуга, можно взять, например, на месяц себе такой абонемент или там на дольше, например, да, и тебе будут там раз в три дня мыть машину, вот, что на самом деле очень удобно, как по мне. Вот, да, не нужно никуда ехать и тебе мой машину. Тут можно выбрать либо мокрую мойку, да, то есть с водой, либо сухую мойку. К сожалению, вот сейчас никто не моет машину, я не могу показать, как это выглядит, но вот такой вот интересный факт. Так, чтобы мыли машину на мойке, здесь, ну, реально я практически ни разу не видела. Вот, кстати, у нас здесь можно сдавать вещи неиспользованные тоже, очень удобно. И есть для ресайклинга, да, как это по-русски называется. Вот, перерабатывать можно бумагу, пластик, стекло, вот, сдавать все это. Еще одна особенность, кстати говоря, тоже, я знаю, что стемнеет, и я не боюсь идти одна по улице. Здесь настолько вот безопасно, да, что я даже не знаю ни одного города, чтобы мне так спокойно было ходить по улице. Причем, что мы можем с вами сравнивать там, например, Дубай, там говорить, да, вот, вот такой-то маленький город, там тоже спокойно. Да, вот, вот, например, там где-нибудь в Грузии какое-нибудь там село, вот тоже там спокойно, у нас все хорошо. Но скажите мне реально, вот, где вы именно большой город, вы знаете, большой город, в котором можно спокойно ходить ночью, и тебя не будет никто трогать. Вот, я, честно говоря, кроме Дубая, пока не знаю большого города, в котором можно безопасно, девушке особенно, передвигаться вот так вот, да, ночью. Здесь огромное количество доставщиков, и здесь никто не готовит дома. Даже те, кто готовит дома, все равно заказывают продукты обычно на дом, вот, вот, видите, какие огромные-огромные дома, вот, практически в каждую квартиру приезжает доставщик. Вот такой вот, например, вот сейчас на велике едет, о, вот он, вот они на великах здесь, на байках, на каких-то электроскутерах катаются, доставляют просто каждую секунду. И, честно говоря, даже соседей своих в лифте не вижу, а доставщиков вижу просто каждый раз, когда еду в лифте. Вот таких пять абсолютно рандомных, первых пришедших мне в голову особенностей жизни в Дубае. Если вам нравится такой формат, если вам интересно знать больше фактов про особенности, да, в Дубае, да, какие-то особенности культуры здесь, напишите об этом в комментариях, и я сделаю вторую часть видео. И если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, я вас обнимаю, и мы увидимся в следующем видео. Пока-пока! Пока!